МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какие из них произошли в Рязани? В Новый год с новыми законами дачников ждут серьезные изменения. Мороз крепчает. Температура воздуха в ночные часа опускается ниже минус 24 градусов. Чтобы завести машину с утра, приходится прилагать немало усилий. Одежда в морозные дни требует особенно тщательного подбора. Как не пасть жертвой минусовых температур, расскажет Валерий Седов. Таких ситуаций на дороге, особенно в области, возникает много. И чтобы угодить в нее, достаточно немного не рассчитать. Слишком плотно вперед решил, и уже закончился такой твердый снег. Попал в рыхлый снег, правое колесо. Ну, когда я стал езжать, оно еще больше зарылось. Соответственно, ну, я там пытался какие-то веточки подложить, подкопать. Вокруг это не помогает. Вот нужно либо, чтобы могли вытолкать, ну, вот, либо буксир. Станиславу повезло. Его автомобиль застрял в людном месте. Водители сразу же откликнулись и помогли выехать. А если бы это произошло в области, да еще в темное время суток, то пришлось бы искать способы согреться на морозе. В настоящий момент пять человек с диагнозом обморожения проходят стационарное лечение в областной клинической больнице. Объединяет этих людей один фактор злоупотребления алкоголем. Есть среди них и рыбак, который оделся не по погоде. Специалисты уверяют, что выпивать, чтобы согреться, это один из самых распространенных мифов. От алкоголя сосуды, наоборот, расширяются. Увеличивается теплоотдача организма, и человек замерзает. Разрушили врачи и другой миф. Растирать пораженные сегменты тела снегом – это в корне неверно, потому как микрокристаллики этого снега, который зачастую идет с примеси со льдом, он травмирует и без того уже истонченный поврежденный кожный покров, и ваше охлаждение может и углубиться, и в то же время может произойти риск инфицирования. Первые признаки обморожения, которые появляются довольно быстро – это покалывание, зябкость и мурашки. Кожа становится бледной, особенно на кистях и стопах. А вот если признаки обморожения уже появились, то стоит сразу же обратиться к врачу. Медработники говорят, что чаще всего люди приходят уже слишком поздно, когда требуется лечение амбулаторное. Для того, чтобы этого избежать, совет всего один, каким бы банальным он ни был – одеваться теплее. Одежда в первую очередь должна быть свободной. Одежда должна быть несколько слоев, в том числе рекомендуется использовать термобелье для отвода влаги. Одежда должна быть непродуваемой ветром. Зависит, конечно, многое от того, сколько времени человек планирует провести на свежем воздухе. Обязательно должна быть шапка. Лучше всего ушанка, так как 40% тепла человеческого тела уходит через голову. После новогодних праздников рязанцев погода не балует. Ночью 7 и 8 января температура опускалась ниже 20 градусов. Подобное произойдет и в ночь на 10-е. А после станет теплее. С 11 января при приближении североатлантического циклона характер погоды начнет меняться. Атмосферное давление будет интенсивно падать. Начнут поступать более теплые воздушные массы с юго-запада. А это значит, что ожидаются осадки и постепенное повышение температуры воздуха. Синоптики утверждают, что на следующей неделе ночная температура воздуха ожидается в пределах минус 7 градусов. Под холодный удар погоды попали автолюбители. Как завести машину с утра и не потерять ее за ночь – задача не из простых. Достаточно значительные бывают в зимний период. Достаточно соблюдать несколько правил. Это содержать автомобиль, как я говорил, в условном состоянии. Второе – нужно использовать смазочные материалы, соответствующие вашему региону и режиму эксплуатации транспортного средства. Ну и просто следить за автомобилем. Если автомобиль сразу не запустился, не надо по 10 минут гонять стартер. И тем самым вы первое – выводите из строя свой стартер, второе – вы рискуете спровоцировать возгорание. А вот чего делать не стоит, по словам сотрудников сервисного центра, так это пользоваться некачественными тепловыми одеялами, изготовленными из легковоспламеняющихся материалов. А в остальном совет – следить за машиной. Сейчас почти у всех двигатели инжекторные. Они автоматически подстраиваются под температуру окружающей среды. А если качественные смазочные материалы, то проблем по утрам и вовсе не будет. Валерий Седов, Сергей Данилин, телекомпания «Город». Праздники удались на славу. Для одних – это радость и веселье. Для других – пробки от шампанского, ставшие причиной травм, пожары, аварии на водопроводе, ДТП с погибшими. Это лишь небольшая часть происшествий за праздничные выходные. Подробности далее. В последний выходной, 8 января, в Рязани произошло трагическое ДТП. Водитель автобуса «Мерседес Бенц» не заметил остановившегося пропустить пешехода «Киарио». Произошло столкновение. Машина по инерции выехала на пешеходный переход. Под ее колеса попала 36-летняя женщина. В праздничные и выходные дни произошел ряд аварий на трассах. 4 января на трассе «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород» в Касимовском районе фургон столкнулся с фурой и улетел в кювет. На той же трассе 5 января водитель «Киа» выехал на полосу встречного движения, из-за чего произошло столкновение с двигавшимся навстречу автомобилем «Ниссан». В результате происшествия водителям и ехавшим с ним двум пассажирам понадобилась медицинская помощь. Еще одно ДТП с пострадавшими, но уже в Рязани. 46-летний рязанец, управляя автомобилем «Лада Веста», двигаясь в направлении Московского шоссе, совершил наезд на 69-летнюю жительницу Московской области, переходившую проезжую часть, по предварительным данным, вне пешеходного перехода. Дадя происшествия пенсионерка обращалась за медицинской помощью. Итог праздничных выходных. 25 ДТП, в которых 4 человека погибли и 35 получили травмы. В травмпункты в Рязани обращались и жители с типично новогодними травмами. 11 контузий глаза, одна из которых была получена пробкой от шампанского. Две из-за неправильного обращения с петардами. Празднование закончилась трагедией для троих любителей спиртного. После совместного распития в одной из квартир дома на улице Старореченской в Рязани двое мужчин избили знакомого, которого заподозрили в кураже мобильного телефона и денег. От полученных телесных повреждений 49-летний мужчина спустя некоторое время скончался в больнице. Сейчас подозреваемые и задержаны. В самое ближайшее время будет решен вопрос об избрании. В отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. Не обошлось без пожаров. В Рязанской области огнем уничтожено и повреждено 26 строений и 3 единицы техники. 1 января во время пожара в квартире на Касиновском шоссе погиб мужчина. 8 января во время пожара в жилом доме в поселке Борке погибла женщина. Фактами гибели занимается следственный комитет. Дина Ислева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Самое вкусное и полезное, так считают те, кто привык выращивать овощи и фрукты на своих приусадебных участках. С Нового года вступили в силу изменений в законодательство о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. В чем суть нововведения, узнаете из следующего сюжета. Сейчас здесь совсем немноголюдно, но буквально через пару месяцев жизнь на дачных участках закипит. Люди будут готовиться к новому летнему сезону. Но вот только в этом году понятие дачи из правовой практики исключили. Мы решили выяснить, как это отразится на жизни самих садоводов и огородников. Суть нововведений состоит в том, что на садовых участках теперь можно будет без специальных дополнительных процедур строить некапитальные постройки. Среди которых летние кухни, оранжереи, садовые домики, теплицы, времянки, сараи, сауны, обзорно-разборные конструкции, колодцы, хозяйственные постройки без фундамента. Появилась возможность постройки капитальных строений и фундаментальных домов и получения в них прописки. Вот только для этого необходимо будет получить разрешение на строительство. Раньше этого не было. Также законодательно отменили все вступительные, поевые и дополнительные взносы в садовые товарищества. По закону обязательной остается только оплата членских и целевых взносов. Планы поменять законодательство в данной сфере появились у федеральных парламентариев еще в 2017 году. Причиной стали частые споры и недочеты, связанные с работой садоводческих товариществ, которые в конечном счете создали благоприятные условия для всевозможных махинаций со сборами и недвижимостью. Но, казалось бы, более лояльные условия самих дачников не радуют, а наоборот настораживают. Нет, я вообще как бы не радуюсь этому закону. Почему? Ну, представляете, вот дополнительные. Мы тут трудимся, мы там даже рабочих нанимаем, стараемся вот приезжих там вот допустим, чтобы работали участки как бы большие, сами не справляемся с соответствием. То, что мы выросли, мы это все должны продать. Только потому, что мы сами не осилим и не съедим. Ну вот мы стараемся, чтобы на кусок хлеба заработать. Ну как мы тут на кусок хлеба заработаем с ними? Мария Акимова выращивает на своем участке картофель, лук, свеклу, помидоры и огурцы. Список на этом не заканчивается. Потом собранный урожай Мария продает на рынке. Она уверена, что все не так просто. И права садоводов соблюдены не будут. Дополнительно еще нужно будет государству отстегивать деньги, так скажем. В интернете я читала, что выходят новые вот эти законы. Даже если пойдете с леса, соберете грибы, там вот и то, что с леса собрано, вот то, что само по себе. Даже на них какой-то часть процента придется отстегивать. На сегодняшний день в дачных хозяйствах трудится порядка 60 миллионов человек по всей России. А это, по сути, половина населения страны. Огородные и садовые товарищества планируются образовывать из земельных участков сельхозназначения, а также населенных пунктов. Некоммерческие объединения, которые уже созданы, могут не реорганизовываться. Конечно, самим садоводам можно посоветовать внимательно изучить закон, который находится в широком доступе. И понять, где права, а где обязанности. Но насколько рабочим окажется новое законодательство, покажет только время, которое все расставит на свои места. Мария Рудай, Сергей Данилин, телекомпания «Город». Рязанец провалился под лед на третьем браковском карьере. Новость об этом разместили в группе в социальных сетях. Как следует из сообщений, это не первое ЧП. Опасное место сейчас огородили лентой. Однако никаких знаков не установили. Почему там опасно ходить, выясняла Дина Исляева. У Бориса и Виктора рабочее утро началось на карьере. Приходят сюда, чтобы отдохнуть, подышать свежим воздухом и порыбачить. Хороший улов был перед Новым годом. А сейчас не очень везет. Сменили несколько лунок, приманку, но рыба не клюет. Пока не началась рыбка шевелиться. Я думаю, часиком-двум, как вчера. Мы пришли, но начал потихонечку брать. Ну, плотвичка так попадает более-менее. Ну, я не хочу вот так выражаться, какое количество. Наше дело правое. Набрать килограммчик. Жене удовольствие исправить, принести на сковородочку, пожарить. Ну, а остальное на тараночку мелочи. Повезло только соседу. Вытащил небольшого окуня. Рыбаки рассказывают, в этом месте ловить безопасно. Толщина льда порядка 20 сантиметров. А чуть подальше полыньян. Но знают о ней далеко не все. Сократить путь, возвращаясь домой. Или попробовать ловить в новом месте подальше от других. Верные способы угодить в эту ледяную ловушку. Если бы мороз был помягче, она была бы открытая. А морозик придавил, немножко пленочек появился, и снег пошел. Снегом прикрыло. Человек не знал, что, может быть, мы туда не ходим. Мы вот сидим, тут глубина 15 метров. Где тут утонешь-то. Лучше всего ходить на рыбалку с друзьями, чтобы было кому тебя вытащить. И брать с собой веревку. Мы всегда вдвоем в паре ходим. Мало ли что со мной случится, или с ним что-то случится. Мы можем друг другу помочь. Я могу сюда добежать, позвонить по телефону, чтобы подожжаться скоро, или кто там приедет. Так что лучше вдвоем в паре ходить. Сооружение из веток и оградительной ленты, сделанной руками рыбаков. В месте, где произошло ЧП, таблички «Выходить на лед опасно» нет. А это значит, что на третьем браковском карьере под лед снова могут провалиться люди. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Из-за изношенной котельной жители трех домов на улице Лесопарковой не получали тепло вовремя. Отопление в их домах включали позже всех, да и само тепло условное. Температура в квартирах не превышала 15 градусов. В этом году ситуация изменилась в лучшую сторону. Подробности далее. Впервые за долгие годы окна трех домов на улице Лесопарковой зимой открыты. Жители признаются, после того, как осенью их дома переключили от изношенной котельной к сетям центрального теплоснабжения, многолетние проблемы с отоплением закончились. Они сделали буквально за три недели. До морозов, до этих. Подвели все. Сейчас отопление, а центральный ТЭЦ, плохо, горячо. Так было далеко не всегда, признается Сергей. Буквально этой осенью тепла от котельной в его квартире не предвиделось. Раньше мы отопились от порта Рязанского, их своя котельная была. Топилось, конечно, ужасно. Вообще, то вечером может перекрыть немножко, придавить. А вот эту осенью вообще, он банкротом стал. И он не стал нас подтопить. Так жители домов номер 44, 44 корпус 1 и 46 по улице Лесопарковой получили тепло в квартиры на три недели позже всех остальных. 16 октября муниципальным теплосетям пришлось взять ситуацию в свои руки и переключить эти дома на централизованное теплоснабжение. Пришлось в пожарном порядке прокладывать трубы. Использовать частную котельную возможности не было. Ее оборудование настолько износилось, что оказалось в аварийном состоянии. Мать у меня работала в котельном оператором. Там износ самой системы, самих котлов, там процентов на 50, наверное, был. На полную мощь он никогда не работал. Потому что выход был, пускай 70 градусов, до наших домов он уже доходил. Вы сами понимаете, градусов 50 может быть. У меня потому что в квартире температура доходила до 15 градусов. Батареи были еле теплые. Проблема массового строительства в городе домов с автономным отоплением и котельными стоит крайне остро. Жильцы и в домах с котельными через 10 лет могут столкнуться с такими же проблемами. Поскольку котлы имеют ограниченный срок эксплуатации и потребуют капитального ремонта. Замена котлов будет стоить очень дорого. Кроме того, большая часть действующих котельных уже находится в изношенном и аварийном состоянии. Сейчас строительные компании предпочитают автономные системы отопления. К сетям РМПТС подключается всего порядка 10% новостроек. Застройщики объясняют это тем, что так выгоднее для потребителей. По мнению представителей РМПТС, это миф. В цене при учете всех затрат на ремонт различий практически нет. Специалисты уверяют, для города выгодно развивать централизованное теплоснабжение. Улучшать его потребительские качества, делать конкурентоспособным на рынке тепла. В этой ситуации мы двигаемся к централизации и предлагаем будущие объекты, которые будут строиться в городе, присоединять все-таки к сетям централизованного теплоснабжения. Это позволит нагрузить дополнительно тепловые сети, повысить эффективность транспортировки тепловой энергии, ну и соответственно, всего комплекса теплоснабжения в целом. Масштабы строительства в городе достигли внушительных размеров. И по оценке руководства РМПТС, все готово для подключения новостроек к муниципальным теплосетям. Практически все ТЭЦ, ну у нас их две, Рязанский и Дегельский ТЭЦ, имеют запас мощности для того, чтобы подключить перспективные объекты строительства. Пока же городские власти массово выдают разрешение на строительство домов с котельными и индивидуальными котлами, оставляя муниципальные предприятия тепловых сетей без новых потребителей и ухудшая тем самым его и без того тяжелое финансовое положение. Из-за недостатка денег в бюджете города затягивается ликвидация изношенных котельных. Хотя в схеме теплоснабжения в главном документе, утвержденном Федеральному Минэнерго, есть список из порядка 30 изношенных муниципальных котельных дома, при которых из-за недогревов необходимо переключать на централизованное отопление. Когда власти начнут решать эти проблемы, в Рязани пока не ясно. Мария Рудая, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Катание на лыжах, прогулки на свежем воздухе или просто просмотр телевизора. Неважно, как именно вы провели новогодние каникулы, за 10 дней организм привык отдыхать. Как теперь войти в рабочий ритм и вернуться к коллегам в хорошем настроении, расскажем в следующем сюжете. Начать год эффективно и прийти на работу с улыбкой. Эта цель кажется мечтой после 10 дней отдыха. Пока молодежь настраивается, взрослое поколение уже знает ответ. Просто мне моя работа очень нравится, поэтому я даже первого хотел выйти, января, на работу. Любимая работа – лучшая мотивация. В первые дни не стоит совершать трудовых подвигов. Начните постепенно. Разберите рабочее место, подумайте, как оптимизировать работу, что поможет вам сделать ее быстрее и качественней. А также подумайте о перспективах. Нужно ставить цели и просто каждый день к нему идти, и все. Это единственное, что может, мне кажется, заставить встать, полюбить жизнь и двигаться только вперед, и не сидеть на диване и просиживать только свое время. Новый год – отличное время, чтобы заняться спортом и сбросить лишние килограммы, которые могли появиться за праздники. Повышайте тонус организма, и настроение тоже улучшится. Трезвым достаточно провела Новый год, поэтому мне достаточно рукава тех пор. Секрет какой-то. Ну, сильно не напываться, сильно не ударяться. Праздник живота, праздник печени, и все будет нормально, я думаю. Укрепить организм можно витаминами и фруктами. Также психологи рекомендуют начать планировать следующий отдых, активно проводить выходные и гулять по вечерам. Я остаюсь встречаться с друзьями, действительно, и за счет этого просто не обращать внимания на все меры жизни. Более радикальное решение после новогодней депрессии внесли в Государственную Думу представители фракции ЛДПР. Они предложили людям самостоятельно выбирать, отдыхать 10 дней или разбить новогодние каникулы на несколько этапов в течение всего года, и распоряжаться ими самостоятельно, как считаете нужным. Чтобы насильно не заставлять людей бездействовать все эти новогодние праздники, потому что многие люди просто сидят и ждут, когда закончатся праздники. Многие вопросы остаются нерешенными. Страна практически уходит в такую спячку новогоднюю до 9 числа. Подобные мысли у законотворцев возникают каждый год в преддверии длинных каникул. Однако впервые они были сформулированы как конкретная инициатива. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». 9 января для большинства россиян стал первым рабочим днем Нового года. И не откладывая в долгий ящик, Роструд обнародовал информацию о следующих длинных выходных. Так сказано, что ближайшие выпадают на Международный женский день. Будем отдыхать с 8 по 10 марта. А вот выходной день в честь Дня защитника Отечества переносится на 10 мая. Не успели отгреметь новогодние праздники, как пришла приятная новость. Рязань в 2020 году станет таки новогодней столицей России. Эта новость появилась в соцсети главы региона Николая Любимова накануне праздника Рождества. В частности, там было сказано, цитата, «Большая ответственность и огромная радость. Почетное звание мы получаем заслуженно. Конкурсная комиссия оценила наш опыт проведения массовых гуляний. Уровень развития инфраструктуры, турпоток в область, который уже вырос вдвое и продолжает увеличиваться. Рязань притягивает и всегда радушно встречает своих гостей». Конец цитаты. Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.tv и в социальных сетях. Я же на этом с вами прощаюсь и желаю хорошего вечера. До встречи в эфире телекомпании «Город». Мама спит, она устала, в пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас, переезжаем в Еврокласс. Это в центре, здесь все рядом, всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас, заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад».